Здорово, народ! Сегодня буду изготавливать вот такой вот топорик на эпоху виппингов, то есть с раннего средневековья. Вот такого типа. Скачал я его в интернете. Размеры все там есть, то есть все указано, толщина, длина, ширина, высота, под какой диаметр. Значит образец я уже вот вырезал себе. Вот оно будет вот такого типа, то есть небольшой такой топорик. Буду его делать, потому что правильность топоров вот найдено много конечно, но не у всех правильная форма и не у правильной размеры, вес. Тут вот вес тоже играет роль. 350, 400, 450 грамм не больше должны весить. Ну попробую изготовить. Так как ковать я не буду, но сделаю имитацию наверное ковки в дальнейшем. Я буду слесарить, ну как обычно колхозить из говна и палок. Все что есть у меня из этого буду делать. Значит из материала мне понадобятся кусочки металла. Это вот такой вот кусок где-то отрезанный. Я на чермете покупал, в среднем он 15 миллиметров. Но тут самая толстая часть, если смотреть вот так вот, если смотреть вот это вот часть самая толстая, она вот тут вот 10 миллиметров написано. То есть десятка. Но это ладно, сточится все, это уберется, потому что здесь вот тоже ребра какие-то вот есть и они будут убираться здесь. Вот там и надо-то кусочек небольшой. Значит, кусок самого толстого материала. Обух. Обух у него написано, что он сделан из пятерки. Пятерка у меня не нашлось. Либо восьмерка, либо вот 4,2. Ну я думаю 4,2. Четверочка пойдет. Вполне из этого будет сделан обух. Вот. И тоже такой, если вот здесь вот смотреть, вот в этой части, то есть, да, где-то десяточка должна быть. Где-то вот в этом районе десятка. Но так как это будет все навариваться, здесь вообще 18. Это будет все навариваться, потом стачиваться, счищаться, да. Но это согласно ихним размерам, то где-то здесь вот уже десяточку сейчас мы выставим. Вот в этом районе где-то десяточка и пошло на уменьшение. В принципе, доходит до четырех. Ну это вот, если смотреть точно, быть точным, да, вот как по ихнему чертежу вот до этого момента. То есть, вот тут вот на кончике уже, ну на двоечку она сходит. На нет. Значит, я буду использовать вот в качестве вот этой ударной части. То есть, вот этой вот части буду я делать, значит, ее из... 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 из восемь... восемь с половиной. Короче, из восьмерки. Да, и в дальнейшем, когда уже обух, вот эта часть, ну ударная часть, вот сюда приварится, так скажем, вот так. И плюс еще обух, да, пятерочка. Вот. Уже все это, когда сойдет на нет, но это уже в дальнейшем ролике вы увидите. И буду все это стачивать, сполировывать. Это будет сделано с помощью сварки, металла. Ну в дальнейшем, может быть, все-таки положу в горн. У меня маленький горн есть, но положу в горн и уже заколю, наверное. Просто заколю его и делаю имитацию, ну типа вот каверны, патины, рытвины, вот эти вот все сделаю. Типа молотком отобью еще какую-то часть, чтобы был он такой. Я хочу черный сделать такой вот. Как я делал, примерно бердыши, вот. Ну вот в таком исполнении я сейчас буду делать. Значит, сейчас вырезаю обух, вырезаю ударную часть, все это свариваю, зачищаю, полирую. Ну как это, делаю металл чистым. Свариваю между собой и уже в дальнейшем буду все это вот выводить примерно к тем размерам, которые у меня на рисунке. Ну и смотрите дальше, что будет получаться. Свариваю между собой и уже в дальнейшем. Свариваю между собой и уже в дальнейшем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, получилось... Вот топорик получился какой-то до конца еще не шлифованный, не полированный. С помощью болгарки, значит... В принципе, здесь использовалось по большому счету два инструмента. Это болгарка и сварка. Ну, если у кого-то есть, можно использовать точильный станок еще. ну полировать, точить можно на нем, ну зачастую вот таким толстым кругом, который сжирает просто металл, я вот им убирал сварку лишнюю, чтобы получилось. Да, внутри чуть-чуть есть эти, ну как непровары с внутренней стороны, а еще использовал вот такой замечательный инструмент, как напильник круглый, ну чтобы вот это вот доработать, все, вот эти вот лишние части убрать внутри. Хорошо съедает тоже. Вот получилось вот так вот. Острые углы все были убраны, почему? Потому что он бугурт оптимизированный будет, чтобы не покалечить соперника, то есть все острые углы убираются. Здесь скруглено, здесь скруглено, на этой части и здесь. Остается что мне, я хочу взять его домой сейчас на данный момент. Для чего? Чтобы взвесить, да? Хочу посмотреть, сколько он будет весить. Ну он очень легенький такой относительно, грамм 300-400, может уже то здесь есть. Ну чисто просто хочу к исторической части приблизиться, то есть хочу посмотреть, сколько будет именно он по весу. Может быть еще придется просто его шлифануть уже. Значит, боевую часть я сделал три, троечка. Ну тут вот, по-моему, где-то внизу у меня до двух с половиной доходит. Ну немножко так, как неравномерно все-таки шлифуется все, потому что гриндера у меня нет. Ну вернее есть станок, но это не гриндер, так жалкое подобие. Оборот очень низкий и съедает очень медленно на нем. Я не знаю, только деревяшки можно делать. Ну что еще могу добавить по этому поводу. С исторической точки зрения, в принципе, вот согласно размерам в интернете, которые были найдены, да, вот величину, вот в ладошку помещается. Я думаю такие наверное на самом деле и были. Единственное, что у меня на 1 миллиметр обух отстает в плане, там 5 и 5, по-моему, у меня здесь, сейчас скажу, у меня 4 и 2. Но я думаю обух это несущественно прям супер приближение. Здесь вот от десятки, да, то есть тут даже 11, вот на 1 миллиметр здесь вот в обухе самой толстой части больше. Ну а к самому обуху, если брать, то тут вообще 19. И уже пошло на сужение, то есть 6, 4,5. Ну и выхожу я, значит, 2,5-3 миллиметра вот ударная часть. Я думаю этого достаточно будет. Вот чисто хочу сейчас что сделать. У меня есть мысль оставить его вот таким вот заполировать его, чтобы он был блестящий. Но последнее время я что-то прям вот очень сильно подсел на тематику того, что мне очень нравится, когда вот изделие кованое, да, то есть скорее всего я наверное разожгу свой маленький горн, положу его туда, нагрею сильно-сильно, постучу молоточком, придам ему, как говорится, муляж кованого изделия, так скажем, и потом масло его опущу, заколю и уже покажу результат. Но это в дальнейшем в ролике увидите. Вот, а на данный момент получилось вот так вот. В принципе все размеры соблюдены. Там будет немножко разница, ну какие-то там может быть там несколько миллиметров, там 5 миллиметров, может в нескольких местах. Потому что я еще что-то не доточил, не дошлифовал, вот, что-то не убрал, ну как говорится, там грани не навел. А так вот, в принципе, вот такой вот девайс, пока грубая вот черновая обработка, то есть, да, получилось вот так. Внутренний диаметр 24, потому что я как раз использовал, сейчас если по размерам брать, 24-25 у него написано. Почему? Потому что я брал, где у меня заготовку, ладно, заготовку уже я убрал, вот, у меня как раз я померял, она ровно 24 миллиметра, то есть, внутренний диаметр был, это вот, на какой я выбивал, грел и заворачивал щеки, вот эти вот щечки, вот, заворачивал когда, вот, она, внутренний диаметр ровно 24 был. Ну сейчас, сейчас точно скажу, сколько здесь, даже вот так, если, так, ну это опять не точно, вот, у меня вышел 25, ну где-то и 2, 25, короче 25, по высоте и по всей этой длине, ширине, значит тут 20, сколько оно должно быть, 28, 28, это если от щеки до щеки, но в принципе все соблюдено относительно размеров, там я говорю, если будет разница, вот, 28 от щеки до щеки, вот, у меня чуть больше, у меня под 30, вот, ну где-то какие-то там маленькие нюансы все равно есть, вот, ну, общий исторический вид сохранен, размерная часть сохранена, единственное, сказал, что сейчас померю я его в плане веса и уже буду, наверное, его придавать исторический вид, у меня наконец-то появится правильный топорик, то есть по кирпичнику, по типологии, тут написано топор 11 века, древняя Русь, вот, но я думаю его использовали не только русские, но и также варяги, скандинавы, не знаю, если он был распространен, но распространен, допускается, по всем этим допускам на фестивале, потому что на фестивале я много видел такого типа топоров, мне просто нравятся сами по себе бородатые топоры, вот такие вот такого типа, чтобы был загнутого такого волновидного, вот, я просто люблю их и захотел именно сделать такого типа, еще один буду другой делать, наподобие этого, вот, ну, посмотрите в дальнейшем, что получится. Та-дам! 252 грамма, так, сейчас мы сей девайс поближе, чтобы... 251, ну, 252, 253 грамма весит топор, без ручки. Так что вот такой вот топор у меня получился. Сейчас пойду боевую часть его закалять. Ну что, ребята, пришел с вами поделиться своим горьким опытом после закалки. Значит, сходил я сейчас, закалил всей девайс. Казалось бы, все отлично, но хрен бы там. Учите мать часть, как говорят, как говорит народ. Курите мануалы, учите мать часть. Что произошло? Оказывается, у меня кокс-то, не кокс, а уголь-то с коксом перемешку был, и я немножко проморгал по времени не уследил, по временем нагрева. Закалиться-то она закалилась, но только у меня вот этот вот хвостовик расплавило. Превратилось это все в дерьмо. И придется сейчас переделывать это. Как говорят, перемудрил. Сейчас надо как-то это засинять красиво, чтобы на заставку бомбануть. Перемудрил, господа, перемудрил. Вот так. Или вот так. Альбел весело положить, чтобы было видно. Лучше, наверное, сверху снять. Так. Как говорится, незнание не освобождает от ответственности. И суть какая? Надо внимательно смотреть, когда, что и как будет. Вот. Так, закалиться-закалилась, конечно. Я вот эту ударную часть решил закалить. Все-таки думал, ну сейчас, мало ли в бою. Теперь придется шаманить. Ну что, смотрите дальше, что получится во второй раз. Попытка не пытка, но надо пробовать. Я不對-рыху, убираем на бомбе. И Form verso второй. Я посчитываю свою возможную историю. Для получас их карор real-fiction разрыгнуть... Я то наш jalolo achieve повсевед Mут за раздражение. Итак, извин, я забудь coin просто Colonel intestines. Горазли ее,372,33, такой же слов, уникой numero 1. и озадит полянка тоже за severalта туман. У серого. Пока-пот. Чтобы перчастить мясный репт в 1 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok